Одно из главных правил ухоженного внешнего вида – поддержание гидролипидного баланса кожи. Где гидра – это вода, а липиды – жиры. Если такой баланс нарушен, это может привести к шелушению, сухости, стянутости и даже к угревым высыпаниям. Липиды – это те вещества, которые максимально держат, ну скажем так, нашу водную основу кожи. Например, допустим, если у пациента топический дерматит, то есть это без липидного барьера практически, мы его максимально пытаемся восполнить. То есть есть препараты специальные, которые в это все восполняют. То есть они называются эмоленты. Они также подходят и для лица, они не комедогены, то есть они не вызывают закупорки, каких-то воспалительных процессов, и для тела. То есть они разрешены, как правило, деткам с нуля лет. Нормализации гидролипидного баланса способствуют активные компоненты. Увлажняющие – гиалуроновая кислота, глицерин, глицетин. И питательные – жирные кислоты, масла, вазелин и ланолин. Но для каждого времени года – своя косметика. Если мы рассматриваем зимний период, соответственно, учитываем, что в составах не должно быть ни парафина, ни глицерина. Почему? Потому что не так кожа сухая у нас, да, соответственно, и данные вещества, они могут создавать пленку и высушивать. Если мы хотим увлажнения, мы должны отдать предпочтение эмалентам. Чаще всего они будут в себе содержать липидовосстанавливающие вещества. Ниоценамид, то есть масло ши даже может содержаться, витамин Е. Если это, допустим, летний период, то, соответственно, нужно выбирать легкие текстуры. То есть это будут флюиды, но чаще всего там даже как основной такой компонент будет вода. Другими словами, чтобы домашний уход был эффективен, нужно, первое, знать тип своей кожи, второе, знать состав косметических средств, которыми вы пользуетесь. А зачем нужны все эти тоники, тонеры, сыворотки и лосьоны, и как неправильное их использование может привести к морщинам и прыщам, расскажем в следующем выпуске.